...инструменты для воздействия на наше население. Третье, это масштаб, все увеличивающий масштаб компьютерных преступлений, в том числе в кредитных финансах и других областях. Наконец, это отставание Российской Федерации в создании конкурентно-способных технологий. И, наконец, это стремление отдельных государств использовать для достижения экономического и геополитического преимущества своего технологического доминирования в этой области. Все эти новые угрозы связаны с созданием новой третьей платформы информатизации. И такая информационная революция в этой области уже сейчас произошла, и, вероятно, многие из нас это видят. Я еще хочу подчеркнуть, те нововведения, те новые идеи, технологии, которые сегодня внедряются в области информационных и телекоммуникационных технологий, являются революционными и по своему масштабу, и по своей сути. В основе этой третьей платформы информатизации лежат пять грузов и наложников. Это, во-первых, облачные вычисления, во-вторых, это интернет вещей, в-третьих, это большие данные, наконец, это макияния, в-вторых, в-вторых, доступ и наложенные в сервис. Хоро-коро скажу, что эта третья платформа вспомнила две предыдущие. Первая, основанная на мейнфреймах, собственно говоря, с этого началась электронная пенсионализация. Вторая платформа – это тот интернет и персональные компьютеры, которые, может быть, некоторые сегодня еще считают современной технологией. И вот эта третья платформа уже практически сейчас сделала и сделала традиционные технологии уже для нас, основанная на мейнфреймах, как микроинтернете, в старом. Вот эти пять технологий, они действительно создают, пять групп технологий, они действительно создают новую платформу, потому что развиваться могут только поддерживая друг друга. Мировые расходы постоянно растут, расходы на создание информационных технологий. Вот здесь можно увидеть, что уже в этом году совокупные мировые расходы достигнут 2 триллионов долларов. При этом они стремительно продолжают расти, причем во всех секторах, связанных и с тем, что мы называем железом, и с тем, что связано с программным обеспечением, и то, что связано с услугами, которые информационные специалисты оказывают во всех других предприятиях области. Коротко остановлюсь на каждой из этих пяти групп технологий и коротко анализую те угрозы, которые они несут вместе со своим угрозом. Во-первых, это облачная вычислительность. Уважаемый коллег, можно таким образом построить этап развития вычислительных тем. Сначала был большой компьютер, мейнфрейм. Я на такой писал когда-то кандидатскую диссертацию. Потом был маленький компьютер. Маленький по своему размеру, но, конечно, больше по своим возможностям, чем тот самый мейнфрейм. Это был персональный компьютер. Сегодня к нему на смену уже пришел виртуальный компьютер. Пришло вычислительное облачное. Облачное вычисление – это совокупность технологий, основанных на дистанционном доступе многих пользователей к централизованному пулу вычислительных ресурсов. В основе этой технологии лежат современные сети, МЖМ, которые окончательно уже формировали тиражин, в том числе и у нас в стране. Это технологии построения центров обработки данных и суперкомпьютеров. Обратите внимание, что расходы на облачные услуги растут в 5 раз быстрее, чем совокупные расходы на IT в целом. Это самая быстро развивающаяся область информационных технологий. Центры обработки данных – это в полном смысле современные заводы, фабрики по производству, по хранению информации. Вот здесь приводятся примеры двух заметных в мировом масштабе таких центров. Один из них – это центр обработки данных нашего Сбербанка. Это в Матищику находится под Москвой. Это энергопотребление, послушайте мне, 25 мегаватт – это вот такое энергопотребление. Это площадь этой серверной, как вы иногда говорили, 16 гектаров. А вот этот ЦОД является одним из самых больших в Европе. Тут трудно говорить, потому что они постоянно сейчас создаются, и их масштабы все время растут. Другим примером может являться центр обработки данных Майкрософт. Это 300 тысяч центров. Это 70 га помещений. Это 60 мегаватт энергопотребления. Вот так вот выглядят эти центры обработки данных. Вот эти цветные трубы переносят воду для того, чтобы охлаждать оборудование. Потому что эти 60 мегаватт должны выйти куда-то. Нужно охладить соответствующие информационные оборудования. Суперкомпьютеры. Без них совершенно невозможно сегодня развитие экономики, особенно в наукоемких областях. Ни космоса, ни машиностроения, ни атомной энергетики, ни информации. Вообще ничего не может быть, если нет суперкомпьютеров. Они кратно позволяют уменьшить время разработки того или иного изделия, поскольку позволяют заменить натурные испытания моделированием и вычислением. В топ-500 самых мощных публичных компьютеров мира, есть еще и не публичные, мы это понимаем, входит примерно 10 компьютеров нашей страны. Примерно столько же у нас компьютеров публичных имеет очень высокую производительность, которая измеряется в пета-флопса. То есть 10-15 операций вычислительных в секунду они могут выполнять. Ну а самый мощный в Китае. И он самый мощный уже остается в этом рейтинге. Несколько полугодий, каждые полгода это обновляется. Обама, между прочим, сказал в официальном заявлении своем, сказал после того, как выиграл китайский компьютер этот конкурс, что это угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов. Ну вот в основе всех этих публичных вычислений лежит вот та самая виртуализация, которую делает компьютер облачным, нереальным. Мы производим вычисления, и при этом не знаем, где они вычисляются. У нас в руках есть только экран и клавиатура. А все остальное происходит в пространстве, которое вообще говорят. Нам нельзя их поконтролировать. Вот такая технология называется виртуализация. Именно она, с одной стороны, делает эффективными все эти вычисления и повышает эффективность использования в различной технике. А с другой стороны, именно она и создает как раз новый угроз. Ну вот теперь, оказывается, для того, чтобы защитить эти облачные вычисления, нельзя поступать так, как мы привыкли делать, имея физический компьютер. Можно было поставить у такого физического компьютера защиту вокруг, поставить защиту на информационных входах и выходах, для того, чтобы защитить информацию. Теперь это невозможно. Теперь для такой защиты необходимо управлять всеми элементами операционной системы. А кем она сделана? Всеми элементами приложений, сетевых протоколов и всеми другими, включая аппаратные элементы, которые эти вычисления производят. Ну и надо прямо сказать, что многие проблемы, связанные с защитой информации при использовании облачных вычислений, сейчас не решены. Интернет вещей. Интернет вещей это совершенно реальная вещь, извините за кавтологию. По некоторым прогнозам, к 2020 году, мы все вместе, люди, подключим к интернету 120 миллиардов вещей. Еще раз, 120 миллиардов, при том, что у нас будет 7 щеков, наверное, к 2020 году. Можно так построить эту эволюцию. Был статический интернет, мы хорошо его помним, когда можно было зайти на сайт и узнать, какая похода или чем занимается этот организатор. Интерактивный интернет, к которому мы тоже привыкли, это эти социальные сети и другие возможности, в соответствии с которыми мы можем туда загрузить информацию, в этот интернет, а не только оттуда взять. Но вот интернет вещей это следующий этап развития. Интернет умных вещей. Так написано в рекомендациях международных организаций по отношению к этим самым вещам. Вот посмотрите, так я попытался это показать. Сначала мы шли к интернету, и вот эта картинка слева. И таких пользователей, такого статического интернета, было примерно 200 миллионов человек. Теперь мы привыкли к тому, что интернет все время идет вместе с нами. Вместе с нами по трубку. И мы все время его имеем, но находясь в движении. Но вот от 50 до 120, даже по прогнозам IDC, 200 миллиардных вещей, которые будут подключены к сетям, а это и коровы, и розетки, и ботинки, и умные таблетки, которые мы будем глотать и сам, и они будут сообщать о том, какое состояние кислотности, например, в нашем организме. Умные авторучки и прочее, прочее. Вот подключение к вещам всего, вы же понимаете, конечно, изменит жизнь человека очень серьезно. Более значительно, чем жизнь человека изменилась, когда он стал мобильным абонентом. Итак, интернет-вещей — это сеть объектов двух типов, идентифицированных однозначно вещей, которые взаимодействуют по радиосетям между собой и с отрушающей природой. И цифровых образов этих вещей, которые хранятся в области. Вот здесь приводится пример умной пыли. Вот такого размера, может быть, это умная вещь, на всевозможными датчиками, которые могут располагаться и где-то здесь, и сообщать в облако мировое информационное пространство те измерения, которые она производит, находясь в некоторой точке пространства. Считают многие специалисты, что именно интернет-вещей будет основным движителем развития мировых экономик. Вот этот самый Чемберс, это глава компании СИСКО, он уважаемый человек в нашей отрасли, он считает, что за ближайшие 10 лет выручка от продажи и использования интернета вещей достигнет 14 триллионов долларов. Можете себе представить. Это даст развитию экономик до 5-7%. Развитию только вот это все, развитию мировой экономики. Но вот в основе интернета вещей лежат моты или вот сенсоры. Вот здесь вот показаны на картине, какого они размера и как они выглядят. Вот это полноценные компьютеры, размером там 5 миллиметров на 5 миллиметров. Подключив такой мод к этому столу, мы делаем его умным, потому что этот мод будет изменять здесь температуру, здесь будет датчик движения, там может быть микрофон, он соединенный к сети. Он сможет этот год общаться с модом другого стола, который находится здесь рядом, и, например, сообщать о том, что он ушел. Или он будет сообщать о том, что мы пришли здесь и поздравляем Игорь Федоровича со славным юбилеем. Между прочим, стоимость их очень маленькая, потому что вот по сообщениям Сколково такой мод может быть наш, отечественный, за 67 рублей. Вот эти моты, эти сенсоры образуют все проникающие сенсорные сети, которые способны, передавая информацию от одного к другому, это блинга, через другие блинги, может передавать данные о состоянии пространства на очень большой площадь. Фактически, эта технология умных вещей объединяет аналоговый, привычный нам мир, объединяет цифровой мир и стирает эту град. Между аналоговым и виртуальным цифровым. Очень важна технология радиочистонной идентификации в этом смысле. Вот там, наверху справа, показана такая эрфит метка. У многих у нас сейчас лежит в кармане эрфит метка. Это дверные замки и прочее. Бутылку коньяка хорошего не утащить из магазина, потому что к нему прикреплена эта метка, которая... Ну, это в таком самом простом варианте изготовления этих меток. А фактически они очень маленькие. Вон там самая метка в серединке, остальное все антенна. Остальное все антенна. Метки очень дешевые. Ими можно пометить все. Даже была попытка пометить купюры евро. Тогда можно было бы дистанционно, имея считыватель. Считать, а сколько у вас денег? А сколько? А вот кто-то мог бы это определить одним нажатием ридера. Не говоря уже о том, что можно посмотреть, кто во что одет, кто туда пришел, кто в какое время и прочее. Поэтому в законодательстве, в том числе и у нас, ограничено использование таких технологий. Они фактически позволяют легко наружить любые права человека. Ну и вот новые грозы интернета вещей понятны примерно из-за того, что я сейчас сказал. И мне кажется, что поскольку физически и виртуально не соединяются благодаря этим интернетам вещей, уже можно говорить не просто о энергетической безопасности, или транспортной безопасности, или производственной безопасности. Фактически информационно-энергетическая появляется проблема. Информационно-транспортная безопасность. Потому что недостаточно поставить охрану на вакте, чтобы не унести этот стол. Этот стол может быть атакован при помощи гипероружей, если в этом есть какая-то необходимость. Большие данные. Очень многие выступления, которые я здесь слушаю, не используют этот термин «большие данные». Но фактически ведь об этом шла речь. Большие данные позволяют создать социальное досье любого общества. Причем досье абсолютно точное. Вот, наверное, я встречал такую цифру. С вероятностью 90% можно оценить, сколько беременных женщин в стране. Это, кстати, очень важная информация. Потому что женщина делает в таком случае определенные покупки. Если она их делает в соответствующих сетевых магазинах, это все отражается. Эти покупки где-то, большие данные, которые можно анализировать и отводить информацию при помощи специальных алгоритмов. Легко забрать. Ну вот, расходы на большие данные в ближайшие три года удвоятся. Ни одна компания, ни крупная, ни мелкая, сегодня не сможет существовать без специалиста, который способен такие данные обрабатывать. И из больших данных, которые автоматически накапливаются сегодня в центрах обработки данных, действительно можно забрать очень много информации. Но в результате эта технология создает новые угрозы. Фактически можно в какой-то мере защититься только в одном случае. если эта стратегически важная информация будет накапливаться в хранилищах, которые находятся под юрисдикцией соответствующего государства. Вы знаете, сейчас это не так. Огромный объем такого рода данных сейчас хранится о нашем обществе. Не на наших серверах, а на серверах, которые находятся на неконтролируемой новой пространстве. Технология мобильного широкополосного доступа. Я уже не буду на этом останавливаться, но это шпион, который лежит у нас в кормах. Потому что если он заряжен, а он может быть заряжен и на момент изготовления, или потом в процессе эксплуатации, кто-то произвольно может включать микрофон и слушать, о чем мы говорим. А можно анализировать все наши контакты. А можно регистрировать, где мы находимся в данный момент, или где мы не находимся, в какой точке пространства. И прочее. Ну, наконец, технология, которую мы называем наложенные сервисы. Обычно более узко, другие говорят о социальных сетях. Наложенный сервис – это такая технология, которая использует интернет и ту локацию, которая там есть при помощи веб, используют для создания служб, которые могут использовать пользователи. Вот эти социальные сети представляют из себя большие сайты, к которым приходит очень много людей, создающие при помощи этих сервисов свои социальные сети. И появляется возможность при помощи инженерии технологической, социальной управлять соответственно этими группами людей, инициируя там специального рода проблемы, темы обсуждения и прочее. Ну вот, если теперь подытожить то, что я сказал, и посмотреть на это очень мрачно, тогда надо не уйти в виду следующее, что из-за облачных вычислений мы никогда не можем быть уверены, где и какие вычислительные ресурсы обрабатывают наши данные. Из-за интернета вещей мы можем так понимать, что мы окружены множеством датчиков, которые постоянно сообщают в сеть о нашем состоянии и наших проблемах, и наших предвижениях. Благодаря мобильному доступу мы и смартфону, который сопровождает нас повсюду, мы непрерывно передаем информацию о себе и своих контактах неизвестным нам людям. В социальных сетях вполне возможно без нашего участия с людьми, которыми мы знакомы или не знакомы, кто-то сейчас ведет переписку от нашего имени. Наконец, большие данные при помощи специальных алгоритмов могут объединить всю эту информацию и создать очень точный слепо информационное социологическое досье нашего общества. Ну и необходимость разработки новой доктрине информационной безопасности мне кажется очевидна, в том числе из-за принципиальных новых возможностей, которые дает новая третья платформа информатизация. Спасибо. Спасибо. У нас остается еще 10 минут на выступление. Я представляю слово Сергея Анатольевича Просешеву Владимира Финансовая Академия Кафедра Философии, на которой Республика работает. Добрый день, Валерий Альдий. Встал в начале нашей конференции Игорь Федорович заметил, что сегодня все прогрессивное человечество обещается в десятилетии ввод и ЮНЕС. Вот не совсем правда, потому что не все прогрессируется. Это часть прогрессивного человечества, которое сидит в нашей комнате и отвечает. И поздравляю Игорь Федоровича с юбилеем. Я присоединяюсь ко всем поздравлениям. И к этим поздравлениям присоединяется заведующий кандиджи философии финансового университета, вице-президент Росфорского общества России, почетный доктор учительского университета Чумаков Александр Николаевич. Он просил клавиницу и признал привет и поздравлениям. Надо сказать, что Игорь Федорович ведет исключительно важную работу, особенно именно здесь, на военмеке. Вообще работа педагога таких военно-ориентированных технических пузов несет особую загрузку, потому что она включает в себя еще воспитательный момент, исключительно важный воспитательный момент. Тут Дадьяк Саркази заявил о том, что Россия влечна быть великодержавой из-за того, что обладает великой историей, мощной культурой и сильной молодежью. Вот от того, куда направится сильная молодежь, которая, к сожалению, занимается терроризмом, которая является основной поддерживающей силой в различных революциях цветных, вот от этого очень-очень зависит, тем более повторяю, речь идет о молодежи, которая воспитывается в новом мире. Я сам заканчивал Московское высшее финишское училище имени Ваугу, поэтому весь тот папку спотеотистик, который присутствовал во время нашей конференции, мне очень близок и дорого. И поэтому я сам участие, не случайно вспомнил пресс с 20-х годов, я с 20-х годов научилась в Мутуре Мивауна. Я, честно говоря, кризисом не заметил, но не потому, что я его не был, а потому, что я тогда в этом не думал, я, вряд ли, ничего не замечал. Вот. Я помню, какая выступительная работа из Петтенварда была у нас в Мутуре. Я этому делал очень большой, очень серьезный внимания. Сейчас множество постановлений выпускается очень правильно, очень хорошего по по возрождению патриотического воспитания. Вот. Но что, собственно, возрождать? Надо учиться, надо очень много учиться в советской системе, о том, как там была подождана воспитательная патриотическая работа. Потому что сейчас очень много пишется, но не совсем понятно, насколько это все проводится системой. Надо сказать, что Игорь Щедович очень, так сказать, скромно, но очень методично проводит его. Испешит важную работу, то есть все мы с вами помним Шекспира на эту правду, о том, что порвалась связь времен. Вот всем, что была связь времен не порвалась, Игорь Щедович проводил конференции посвященной изучению советской культуры. Это очень важный момент, потому что любой думающий молодой человек как бы задастся вопросом. Если нам все время пишут и рассказывают о том, что черт, это все было очень плохо и так далее, это непонятно, как в постановку стихи? техники в начале 60-х годов. Почему в начале 60-х годов ВВП Советского Союза превышал два раза? Я имею в виду темп роста ВВП превышал два раза темп роста аренки. Почему такой был мощный кинематограф, исключительно мощный, когда мы получали первый предмет? Почему математист приходил в лучшем мире? Ну и так далее. Почему если наши провозчики балабировали? В этом смысле исключительно важная работа как бы правой тренинг Федорович, пытаясь объективно посмотреть на эти вещи. Я, скорее, на 90-е годы, когда мне было дико слышать по средствам информации такие изображения, которые делали московские учителя, учителя истории, заявляют о том, ну, так сказать, о том, что опериотизм есть последнего вещи негодяя. Вот я сидел и думаю, это о том, что они чего-то не знают или специально сбрывают историю и консифицируют само выражение истории этой фразы, откуда она взялась. Вот. Ну, это, да, это было повсеместно, это, вероятно, дело же в том, чтобы расчеленить, так сказать, Россию развалится, и когда идет как пропаганная мощь, о том, что Россия последний убежит никакая, то, конечно, все это катилось к развалу России, методично, целеустремленно, и так далее, и так далее. Следующий план, Дали, Савельна. Да. Совершенно. Вот. И, так сказать, в этом смысле, опять-таки, у нас есть чем поучиться у пресловутого западов, потому что мы, как правило, учимся очень много, но, как я говорю, сейчас не там, чего надо было, а именно уважать свою историю. Я имею в виду западных стран, которые уважают свою историю, там нет разрыва себя не времен. Возьмем французскую революцию, погибло именно буржуазу, более миллиона человек, на все, если брать как бы все население, единицы, все, заканчиваем, то погибло гораздо больше, чем гражданскую войну. Возьмем Китай, то есть, который, что называется, учит своих молоденьких граждан пяти самых важных ценностей. Это любви к родине, любви к семье, любви к труду, любви к образованию, любви к социализму. Такая же, первая, на первой, сказать, любви к родине, всегда и везде. Попробовали бы повредовать историю 90-х годов, узнете о том, что пазитный взрослый любитель негодяя, где-нибудь в Америке, в школах Америки, в школах Англии, или в Китае, где бы они были. У нас это было можно, это собирать и бог, и все это делать. Поэтому, с чему я сейчас говорю, поэтому то работа, которая методична, очень скромна, незаметна в работе Игорь Федорович, она исключительно важна. Тем более, в стенах военметров, воспитания, так сказать, патриотической молодежи, которая будет любить свою родину, которая будет знать, на чем они проектируют ракеты, я, кстати, сам проектирую ракеты, с факультета машиностроения, то есть в ракете строения, зачем, куда они будут в случае необходимости направлены, надеются, что этого не случится, и не дадут во обиду своей родине. Так что, большое спасибо, Бухгалтерович. Бухгалтерович. Игорь Федорович, игорь Федорович. Грибович, сегодня с посланем. Блаженые коллеги, тут много говорили о том, какой у нас замечательный год, 70-летний, Бон, ЮНЕСКО. Я считаю, что на фоне всего, что происходит, есть два факта, которые, ну, действительно, делают его замечательно. Валю наша победа в Великой Отечественной войне и рождение Игоря Федоровича Кефири. Игорь Федорович Кефири большой друг нашего факультета глобальных процессов МГУ. И я принесла грамоту от нашего факультета и от нашего диплома Ильина. И эта грамота начинается в благодарность профессору факультета глобальных процессов МГУ имени Ленина. Вот вы считаете, что это ваш человек, а мы считаем, что это наш человек тоже. И поэтому мы позволили себе вот именно так красиво сказать. От имени всех сотрудников студентов факультета мы вас поздравляем и благодарим за многолетнее сотрудничество. Мы считаем, что вы выдающиеся ученые междисциплинарии. Поскольку мы занимаемся главным процессом, мы обязательно отмечаем, что он пиомер отчасти на баллистике. Мы очень благодарны, что вы работали с точки зрения глобального миру скрозда в разных областях науки, подключая социальную философию, историю философию науки, техники, культурологию, глобалистику, геополитику. Мы желаем вам всяческих-всяческих успехов. Всегда будем рады видеть в стенах нашего университета факультета. Ну и просто благодарю вас. Очень гибкий подход. Обязательно. Все. Обязательно скажите. Я могу немножко сказать? Тоже на котором есть маленькую-маленькую лепку. Я сама занимаюсь, но направлением, которое сейчас не является очень почетным, для того неизвестным. Я занимаюсь культурно-исковой идентичностью народа. Потому что все рассматриваются эти глобальные процессы с точки зрения того, как разные транснациональные корпорации закранили, какие происходят сдвиги в отношениях между разными государствами. Я же считаю, что у нас есть маленький-маленький компьютер, который хранит огромное количество знаний о том, что происходит с нашим обществом, и это наш язык. И когда мы только начали развивать это направление, обратили внимание на то, что, например, когда происходило освоение всего мира, в группу великих географических открытий, то почему-то у нас на севере, в Северной Америке, практически не сохранилось языков, не языков народов, которые населяли этот континент. А если они сохранились, то они живут совершенно обособленно, как в зоне гетто. Больше того, удивительно было, что когда мы начали смотреть, какой существует процент заимствования из английского языка, в языках, допустим, ирокез, ну даже просто возьмем вот это вот знаменитое география, оказалось, что на уровне математической погрешности, то есть буквально чуть больше трех десятков. И если мы начали потом смотреть, какой существует уровень заимствований из языка местных племен в английском языке, опять получилось крошечное-крошечное количество. Мы буквально считаем, там, начиная со знаменитого Фигвам. Это Фигвам, да. Вот. Дальше мы начали смотреть. Удивительное дело, вот Англия, которая была в нас приеха в освоении всего в мире, когда оттрубались новые земли. Интересно, а что происходило в это время со самим английским языком? И мы наблюдаем интересные процессы, причем эти процессы совпадают, у нас можно на факультете говорить про разные циклы глобального развития, например, знаменитые длинные циклы Николая Кондратьева. И вот когда мы начали смотреть даже просто по циклам экономического, технологического развития, про которые как раз описал Николай Кондратьев, то мы обнаружили следующее, что когда у нас первый цикл, который начинается в 1780 году, начался, основным способом развития английского языка это были заявки из французского языка, частично из итальянского, из португальского языка, но их было очень-очень много. Потом, когда мы смотрим, что активно появляется большое количество изобретений в стране, а в 18-19 веках это были века, когда очень развивалась научная мысль в Великобритании, то мы начинаем наблюдать следующее интересное явление, и как мы потом проверяли на русском и португальском языках, ну, вернее, не португальском, а бразильском варианте португальского языка, потому что в Бразилии занимались, данные процессы, они как бы повторяются. И вот когда страна выходит на новый, природной такой технологический путь, мы можем наблюдать, что в языке начинает, уже идет активный процесс изменения, не по линии заимствования чего-то, например, просто заимствованных языков, а этих слов вокруг нас сейчас в русском языке это много, а язык начинает использовать свое собственное средство, как, например, слово «сложжение». Он начинает аффиксацию, даже новые начинают передаться аффиксы, и даже больше. Вот простой метафорический перенос, когда я, например, ну, просто я вам скажу, это, безинтимент, немический перенос, хочу сейчас делать пример. Это у нас, когда, например, мы говорим коса, и сразу начинаем воспроизводить. Это женская коса, это коса, которая выдается в водную платью, когда это у нас инструмент. Так вот, язык хранит в себе определенные вот следы того, что происходит с нациями, которые используют этот язык на протяжении очень-очень долгого периода времени. Поэтому я вам хочу сказать, что, наверное, вот язык, как маленький компьютер, который хранит очень-очень много всего для развития, наверное, его тоже надо изучать. Спасибо большое. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.